По неналоговым доходам увеличение составляет 614 миллионов рублей. Безвозмездные поступления увеличены на 6 миллиардов рублей. Из них средства федерального бюджета плюсом 3,1 миллиарда рублей. На прошлой неделе состоялось заседание Комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам Магаданской областной думы. Депутаты рассмотрели изменения в бюджет региона на текущий год. Так, общая сумма доходов областного бюджета увеличена на 11,9 миллиарда рублей и составит почти 50 миллиардов. Увеличились и расходы почти на 13 миллиардов. Дефицит областного бюджета запланирован в размере 1,7 миллиарда рублей или 5,4% к налоговым и неналоговым доходам. 50 миллиардов рублей. Это впервые за весь период мы сегодня производим уточнение в таких параметрах. Хотя по окончании года у нас планируется дефицит до около 1 миллиарда рублей. Но еще мы не заканчиваем бюджетный год, он заканчивается 31 декабря бюджетный год. Поэтому, вероятнее всего, еще уточнения окончательные не будут вноситься. Всего в 2021 году Колыма получила из федерального бюджета около 14,5 миллиардов рублей. Кроме изменений в бюджет текущего года, парламентарии рассмотрели проект бюджета на следующий, 22-й год. В Магаданской области планируется к реализации 34 государственных и одна ведомственная программы. В структуре расходов областного бюджета на их реализацию запланировано 96,4% средств. Образование – около 10 миллиардов, социальная политика – 6,6 миллиарда, ЖКХ – 4,5 миллиарда, национальная экономика – 4 миллиарда рублей. На 9 национальных проектов запланировано выделить около 2,5 миллиардов рублей. Детский бюджет превысит 10 миллиардов. А как обстоят дела с погашением кредиторской задолженности в системе здравоохранения? У нас пока идет рост кредиторской задолженности региональный. Бюджет направляет только точечно для расчета за коммунальные услуги по больницам. Но я говорю, здесь немного более длительный процесс, потому что счета у них заблокированы. И если есть исполнительные документы, то они гасятся быстрее. Если нет, то приходится делать акты сверху, выборку. То есть здесь работа у нас ведется с вниманием прокуратуры и плюс расчеты с предпринимателями. А так, конечно, долг по ОМС растет. Но ждем разрешения данной ситуации на федеральном уровне.